Подводим итоги встречи Алании Мэтт. Матч закончился счетом 5-5. С нами Илья Лебедев. Илюх, рассказывай, делись мнением по игре, почему так быстро забивали 4-1, по-моему, 5-1 и упустили такое преимущество. Да я не знаю, смешанные чувства, потому что да, когда вели в счете 5-1, казалось, что... Ну и быстро забили там буквально отрезок, мне кажется, Алания просто в этот момент подрассыпалась, и мы буквально за отрезок за 4-5 минут забили как раз эти 4-5, ну, 4 мяча или 5 мячей. Вот, в общем, повели, да, казалось, что результат будет положительный для нас исход, но Алания еще в первом тайме они сократили, по-моему, до минимума, а во втором тайме, ну, сравняли. Во втором тайме уже моментов было даже, скорее всего, у них побольше, у нас тоже были острые атаки там, да, могли забивать, но и у них и штрафные были опасные, и подходов было достаточно много. Да нет, хорошая команда, они, ну, Алания, да, если в первом круге они, если не ошибаюсь, на нас не собрались, там, ну, было там несколько замен, может быть, одна замена. Вот, и там, по-моему, результат получился в нашу пользу, достаточно крупный, если не ошибаюсь. Вот, то есть сейчас они собрались, достаточно большая обойма у них была, и, ну, хорошая команда с ними, в целом интересно, интересно играть. Почему ваши матчи получаются, ну, на твой взгляд, такие горячие, да, там, красные, желтые карточки летят? С чем связано это? У вас такая, да, там, может, стратегия, или вы так настраиваетесь, перенастраиваетесь, или это просто, ну, так, обстоятельства складываются? Наша тактика, да, наша тактика. Да не, я не знаю, так обстоятельства складываются, сегодня, там, из ничего, по сути, момент получился, там, нападающий у них, ну, он, ну, как бы у нас защитник, да, всегда, да, там, в карман за словом не полезет, у них нападающий абсолютно такой же, они сцепились, ну, немного, да, там, вот, все остальное, как бы, все остальное, ну, все остальное прошло достаточно спокойно. Там, по-моему, и красный-то не было, там, по-моему, если не ошибаюсь, только болельщики, ну, там, не болельщики, точнее, тренер получил красного, так, все остались на поле, играли в равных составах. Да, так, не, просто у них горячий, ну, горячий человек, у нас горячий человек, они немного подсапались, но там не дошло ни до чего, все серьезно, все нормально. Ну, так, если подводя вкратце уже итоги сезона, можешь что-то выделить кого-то или команду там свою лично, там, рассказать вообще, как все для вас складывалось, и насколько результат вот турнирного положения вашего для тебя и для команды вообще олицетворяет всю ситуацию? Наверное, мы будем делать выводы после последнего тура, потому что я, опять же, в таблицу не смотрел, не помню, сколько там отрыв, не отрыв, как там идут, там, плотно, если не ошибаюсь, сзади, и там непонятно, там, две команды вылетели, а там, чемпион известен, а все остальное, если не ошибаюсь, еще вообще неизвестно. Там, за пару туров назад я смотрел, если бы мы выиграли там пару туров назад у какой-то команды, мы вообще могли подняться там чуть ли не на пятое место, а сейчас мы говорим в кругу о том, что мы боремся за то, чтобы не вылететь. Ну, то есть там очень плотно, посмотрю в турнирную таблицу, а лучше это сделаем все вместе после следующих двух игр, и уже тогда сделаем выводы. Но обидно то, что мы три игры подряд играем ничью, и все три игры, могу, опять же, что-то путать, но, кажется, мы во всех трех играх вели, вот, а, с фортуной, а, с фортуной мы вели, пропустили на последней минуте, да, это прошлая игра, сейчас мы опять, ну, сейчас мы вообще крупно вели, упустили. Ну, и если бы мы просто заработали в этих трех матчах, ну, не берем весь сезон, да, то, что там были игры, там где-то нам везло, где-то сопернику везло и так далее, но просто мы возьмем отрезок вот этих трех игр, если бы мы хотя бы в двух из этих трех дотерпели, достояли и забрали бы по три очка, это было бы плюс четыре, и мы бы сейчас вообще бы не думали о том, чтобы там бороться за какое-то там, за выживание, не за выживание, мы бы спокойно были там, условно, шестые, там, седьмые, да, и просто бы заканчивали сезон. Тем более в такую погоду, когда сегодня такой витрюга, что ты просто пинаешь мяч вверх, он зависает и пару минут над полем парит. Поэтому вот это обидно, что мы в последних трех играх, в последних три результата могли сильно поправить наше турнирное положение, а в итоге нам придется также отдавать все силы и в следующей игре, и через одну у нас там, не помню, кто следующий соперник, последний пингвин, если я не ошибаюсь, поэтому они борются за второе место, наверное, ну, и опять же турнир на таблицу не помню, поэтому тоже там легкой прогулки точно не будет. Ну вот, а следующую игру я, честно говоря, не помню, что, не помню с кем, но будем бороться, надо зарабатывать на очки. Ну все, Танин, спасибо, удачи вам.